привет друзья и коллеги по хобби этот видео выпуск будет о тестах фирмы aquamarine для морской воды тесты кальций магний и карбонатная жесткость до этого я пользовался тестами с алиферты они меня вполне устраивали и я захотел попробовать какие-нибудь другие тесты и заказал тесты фирмы aquamarine так тесты у нас на карбонатную жесткость на 200 измерений приблизительно тест на кальций на 100 измерений и тест на магний на 60 измерений так обошлись мне эти три теста в 2 750 по моему но на сколько тут измерений тест рассчитан то есть на 200 это каш 100 кальций измерений и 60 магний этого хватит более чем на год но по крайней мере для меня даже мне кажется на два года потому что ну я не каждую неделю меряю магний и кальций я раз в неделю проверяю именно каш потому что на каш я ориентируюсь если каш куда-то уходит значит надо будет замерить и кальций магний и уже подрассчитать сколько раствора мне надо добавить до либо убавить в общем сделал я пару тестов своей аквариумной воды и был немножечко удивлен мои старые тесты с алиферт начали врать а именно занижать значение как только ко мне пришли новые тесты я сделал ради интереса сразу же то есть свои аквариумной воды и думаю не пойму как-то у меня каш слишком высокий магний тоже кальций быть такого не может думаю блин наверно какие-то тесты фиговые грузов что-то надо было не надо было их покупать надо было дальше на салиферте сидеть потом ради интереса у меня есть референтная жидкость для настройки рефрактометра и там еще помимо солености указанного кальций магний карбонат к еще каких-то пару элементов как какие в этой жидкости именно параметры да я сделал тесты этой жидкости и новые тесты аквамарин показали точное значение потом и когда делал подмену я сделал тест свежезасоленной воды и тесты аквамарин показали опять же точное значение свежезасоленной воды поэтому видимо из-за того что теста уже срок годности у них подходил у старых салифертов ских они очень сильно занижали значение а именно вот сейчас моем аквариуме получается карбонатная жесткость около 10 кальций 460 и магний полторы тысячи где-то в общем ну для моего аквариума это много кораллы как бы никак не отреагировали негативно единственное что стали стекла зарастать именно таким твердым налетом из-за высокой карбонатной жесткости то есть он уже пластиковым скребком магнитным так не оттирается то есть приходится лезвием чистить поэтому на сегодняшний день я немножечко так скажем и немножечко просто выключил дозатор на неделю чтобы он не дозировал этот микроэлементы и чтобы они постепенно за неделю выялись до приемлемых значений и сейчас я уже наверное прошла прошло четыре дня я уже буду включать дозатор но по минимуму дозировать all for if чтобы не было высоких скачков параметров и уже выровняю параметры как какие я считаю нужны для моего аквариума это приблизительно карбонат к 8 кальций 420 и магний у нас 1380 наверное получается в общем попользовался я новыми тестами ну что хочу сказать немного непривычно в плане если сравнивать с алифер там потому что они делаются немного по-другому а именно даже магний то есть он высчитывать уже не по таблице а надо там при помощи калькулятора немножечко считать это мне показалось неудобным хотя по сути вот эти тесты в перерасчете на количество измерений получаются дешевле чем салифер я думаю годные тесты то есть показывают довольно точное значение это я уже сравнил да и свежезасоленная вода и референтная жидкость так что я думаю вполне себе можете такими пользоваться ссылочку я думаю найду до оставлю в описании где можно будет заказать эти эти тесты я их заказывал через форум риф централ там же где заказывал добавки разные marine крафт вот эти вот пузыречки там же у этого человека я и заказал вот эти тесты немножечко непривычно ими пользоваться по крайней мере мне но да они выдают точное значение относительно точный потому что мы ориентируемся на цвет реагентов то есть как наш глаз видит так мы приблизительно и значение осознаем эти да так что в принципе могу советовать покупки такие тесты довольно неплохие так упаковки написано какой именно тест написано то что профессиональный тест на содержание кальция допустим тест про также у нас сзади есть короткая инструкция для теста на каждом тесте также и на магни плюс ко всему этому допустим карбонатку возьмем у нас есть подробная инструкция тоже на русском языке все довольно понятно и удобно также срок годности до 23 года так на камеру конечно не очень удобно делать но на примере теста каш сделаем измерение моей аквариумной воды почему на примере каш потому что он тут самый простой как по инструкции берем 4 миллилитра воды 4 миллилитра добавляем две капли вот этого раствора и получаем такой светлый зеленый оттеночек далее набираем 1 миллилитровый шприц вот этот вот реагент ровно 1 миллилитр тут у нас видно немножечко воздуха но это так и должно быть и теперь добавляем по капельке и перемешиваем до тех пор пока жидкость не станет розово-красный и 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 думаю еще капельку да все верно значит у нас получается 0 4 миллилитра и это у нас 0 4 получается 9 и 3 dkh также у нас есть полная таблица где можно посмотреть результат которых нету на этой упаковочке как то так остальные тесты я не хочу делать на камеру потому что это не очень удобно а этот самый простой то есть на камеру сделать как бы нормально можно я надеюсь этот видеоролик оказался для вас полезным если да то ставьте пальчики вверх оставляйте ваши комментарии под видеороликом и подписывайтесь на канал ну и как обычно увидимся в следующем видеоролике всем пока